Рекомендую посетить классный китайский интернет-магазин ushop.com Женская и мужская одежда Смартфоны и другая электроника Бижутерия и часы А также домашний текстиль и хобби-маркет ushop.com Ссылка в описании Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT С вами я, Вова Тишевский И инфоповодом сегодняшнего видео будет являться презентация Meizu M5S Его ожидали, он был представлен И давайте разберемся, что же нам представила компания Meizu И стоит ли это покупать или не стоит Итак, Meizu M5S это уже шестой по счету смартфон в линейке маленьких смартфонов Хотя он с последними двумя смартфонами немного подобрал в диагонали И уже 5,2 дюйма по сравнению с предыдущими Но тем не менее Что касается технических данных Этот смартфон имеет весьма заурядные обычные технические данные Это 3 гига оперативки Это 16 или 32 гигабайта встроенной памяти Это 8-ядерный процессор прошлогодний MTK6753 Я, если честно, вот в этом вопросе вообще очень сильно сомневаюсь в целесообразности этого смартфона Но тем не менее Смартфон получил из особенностей Это 3000 мА батареечка у него Далее 13 мегапикселей основная камера, 5 мегапикселей фронтальная камера Основная камера у нас с апертурой 2.2, что слабенько Фронтальная камера у нас широкоугольная 5 мегапиксельная с апертурой 2.0 То есть фронталка это более-менее адекватно Хотя уже было бы неплохо какую-нибудь 8 мегапиксельную туда пихать Это было бы по современному тренду 2017 года Я думаю, что это было бы очень актуально С учетом того, что многие в этом году смартфоны или производители Планируют выпустить какие-то селфи-фоны И увеличить количество мегапикселей в смартфонах на фронтальной камере Также я хотел отметить то, что смартфон получил фирменную кнопочку M-Touch Которая имеет все последние функции этих кнопочек Она является сканером отпечатка пальцев При перекосновении она может возвращать назад Также она может полностью возвращать домой при нажатии Также смартфон получил быструю зарядку Сообщается, что за полчаса на 56% заряжается смартфон Что вполне себе приемлемо для бюджетного устройства Также хочу отметить то, что во время презентации Когда я наблюдал за внешним видом девайса Мне он напомнил какой-то определенный симпиоз Между Meizu M5 Note, который есть у меня И Meizu M3s, который также у меня присутствует Это какой-то средний вариант Он по примеру вот этим полоскам похож на Meizu M3s А в общем по дизайну он ближе склонен к Meizu M5 Note Я думаю, что обязательно как только поступит этот девайс в продажу Я его приобрету и сниму видео сравнение улучшения с Meizu M3s на Meizu M5s Сравнивать его с Meizu M5 какого-то определенного смысла я не вижу Потому что это, знаете, как немного другая категория устройств Можно было бы сравнить Meizu M5 с Meizu M3 Это было бы более актуально Но тем не менее по уровню смартфона То есть он как бы не дотягивает до Meizu M5 Note Но уже и лучше, чем Meizu M3 Note Смартфон планируется выпускаться в четырех цветовых вариантах Это серый, светлый, золотой и розовое золото И по модификациям Базовая модификация будет стоить где-то 117 долларов И топовая модификация будет стоить где-то 145 долларов Ну и где-то плюс-минус На Алиэкспрессе, конечно же, цена будет изначально немного выше Я думаю, что где-то в районе 130 долларов за базовую версию И где-то 160 долларов за более топовую версию Но, как мы знаем, что объявленные цены, которые объявляет Meizu Чаще всего они какие-то завышенные И потом в реальности смартфон опускается намного дешевле стоимости Тот же самый Meizu M3s можно было купить на черную пятницу, на день шопинга То есть вот в эти акционные дни можно было купить за 100 долларов Представьте себе, насколько опускалась цена Сейчас, конечно, за 100 долларов вы Meizu M3s нигде не купите Но, как факт, остается фактом То есть ориентировочно где-то апрель-май месяц Возможно, какие-то акции распродажи Может быть, к 8 марту, кстати, будет какая-то распродажа И Meizu будет продавать их по более-менее адекватной цене Что касается улучшения Meizu M5s по сравнению с M3s Они весьма незначительные С учетом того, что у M3s тоже восьмиядерный процессор Может быть, он немножко послабее, нежели S6753 Но незначительно, потому что те же самые синтетические тесты Показывают в районе 40 тысяч попугаев Это на Meizu M5s будет где-то такой показатель Может быть, 42-43 за счет оптимизации Flyme OS и Android 6 Который будет на борту с продаваемыми девайсами Но тот же самый Meizu M3s выдает 37, 38 и даже 39 тысяч попугаев То есть, на самом деле, разница в синтетических тестах будет особо незначительная В отличие, как и в линейке M-Note То есть, в M3 Note было 2 гига 16 в встроенной памяти и 3.32 То в M5 Note сделали 3.16, 3.32 И в M5s также сделали 3.16 и 3.32 Насколько целесообразно приобретение данного устройства Я могу сказать так, что если вы не являетесь владельцем Meizu Какого-то там бюджетного смартфона То, конечно, есть смысл приобрести непосредственно Meizu M5s Если же вы являетесь владельцем Meizu M3s или M3 Note Целесообразности перехода с каких-либо девайсов, которые я назвал Особой нет То есть, если вы являетесь владельцем Meizu M2 Mini То есть, есть какой-то смысл Если вы являетесь владельцем Meizu M3 Mini Смысла меньше, потому что в M3 Mini там идет тоже мощный процессор А вот владельцы M3s и M5 То есть, я вообще смысла перехода на новый девайс вообще не вижу То есть, есть смысл подождать в следующем году Или же брать что-то из других линеек, из других моделей Может быть, даже у других производителей, как вариант Но вот апгрейтиться, ну разве что, если вы любитель проапгрейтиться на какой-то такой классный новый девайс И продав свой Meizu M3s там плюс-минус за 80-90 до 100 баксов Вы можете добавить и купить себе M5s Ну это если вы являетесь вот конкретно фанатом Вот лично я, как бы являюсь фанатом самых последних, самых новых моделей И поверьте, я вряд ли буду ходить с Xiaomi Mi 5s, если выйдет Xiaomi Mi 6 Ну вот вообще никак мне этого не будет интересно Поэтому я считаю так, но я знаю, что большая категория людей Они, ну как бы им пофиг по сути То есть, ну если было бы кардинально фантастическое улучшение Действительно там и Full HD экран И процессор, ну не 67-53, хотя бы Helio P10 А может быть даже P15 или P20 Было бы вообще шикарно Ну и конечно, чтобы, ну что еще Type-C был чуть больший аккумулятор батарейки Ну это, знаете, как бы из раздела мечты Потому что смартфон со всеми этими характеристиками Явно бы стоил значительно подороже Хотя премиум бы версию вот такого смартфона Сделать было бы очень даже хорошо Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео Спасибо вам большое за то, что смотрели Надеюсь, оно было актуально и интересно для вас Немножечко характеристик Немного аналитики по поводу того Какие лучше, какие не лучше Ну и оставлю вам все ссылочки в описании Если вам интересно, ссылочку в описании на Meizu M3s Если вам интересен приобретение на Meizu M5 Note И если будут уже актуальные ссылки на Meizu M5s Я также оставлю вам И возможно даже сниму видео с покупкой того смартфончика Ну как-то так, друзья Спасибо вам за просмотр Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Смотрите другие интересные видео Всем пока, до скорых встреч в новых видео А также подписывайтесь на страницы социальных сетей Группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер Субтитры сделал DimaTorzok